Не допустить разворовывания Одессы с помощью генерального плана ставит целью общественная компания «Генеральный протест». Представители партии общественных организаций требуют у городской власти учитывать мнение громады при подготовке жизненно важного для одесситов проекта. Общественная компания «Генеральный протест» стала ответом на действия мэрии Алексея Костусева. Попытки побыстрее протолкнуть выгодный крупному бизнесу генеральный план нарушают права одесситов на управление своим городом. Если генпланом будет принято, что склоны – это рекреационная зона, они будут застроены в течение нескольких месяцев, и трассы здоровья больше не будет, там будут ездить машины. Если требования не будут приняты, и склоны пойдут под застройку, и скверы пойдут под застройку, мы не будем сидеть сложа руки. Мы уже сейчас формируем команду в 300 спартанцев. Это будут такие крепкие мужчины, которые будут защищать и склоны, и скверы, и каждое дерево от застройки, от пилы и от топоров. Общественные слушания проекта, организованные по инициативе «Снизу», избрали представителей в согласительную комиссию городского совета по обсуждению генерального плана. Когда комиссия начнет работу и начнет ли вообще, чиновники мэрии не сообщают. До сессии 18 июня остается несколько дней. Создается впечатление, что городская власть намеренно тянет время. Инициативная группа общественной компании «Генеральный протест» отправилась за ответом в управление архитектуры и градостроительства Одесского городского совета. Начальника на месте не оказалось. За него отвечал заместитель. Вопрос о создании согласительной комиссии, безусловно, будет рассмотрен и решен до проведения сессии. То есть вы намерены идти к нам на встречу? Посмотрим, выполнят ли чиновники свое обещание. Причем обещание довольно уклончивое. Заместитель главного архитектора пообещал только рассмотреть вопрос. Гарантии создания комиссии нет. Независимо от того, как будут разворачиваться события в ближайшие дни, инициаторы общественной компании «Генеральный протест» призывают Одесситов выйти утром 18 июня на Думскую площадь. Массовый митинг горожан может стать последней возможностью повлиять на решение власти. Александр Виноградов, Евгений Войтенко, телекомпания «Круг».